Приветствую вас дорогие зрители! Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по миру видеоигр, чтобы рассказать вам о самых захватывающих проектах с уникальным сюжетом и огромными мирами. Если вы любите погружаться в захватывающие истории и исследовать невероятно красочные виртуальные миры, то этот топ именно для вас. Я хочу напомнить вам о магазинах, в которых большой ассортимент игр и цены всегда дешевле, чем на других платформах, ссылки на которые найдете в описании. Готовы узнать, какие игры покорили интересы многих геймеров? Тогда не отрывайтесь от экрана, потому что сейчас начнется наше приключение. Ассасин Крит Одиссея – популярная серия приключений в жанре экшена по совместительству с РПГ, где тебе вновь предстоит отправиться в яркий мир и справиться со всеми испытаниями, которые он для тебя подготовил. Игра перенесет тебя на территорию Древней Греции, где и будут происходить основные действия. Ты объединишься со спартанцами и будешь идти против толп соперников, постепенно истребляя их с помощью своих сил. Игра основана на мифологии Одиссея, где великие герои отправились в продолжительное и очень опасное путешествие, постепенно сражаясь с монстрами, посещая богов и уничтожая мистических созданий. Мир игры будет открыт для покорения и тщательного исследования, чем тебе и необходимо заняться в первую очередь, чтобы обеспечить себя необходимыми предметами и ценными ресурсами. Также была улучшена боевая система, которая вновь порадует своих поклонников разнообразием оружия и экипировки для главного героя. Дэдстрендинг – приключенческий экшен от третьего лица с открытым игровым миром, в котором вы возьмете за управление над курьером Сэмом. Действие происходит в постапокалиптической Америке, по которой вы будете путешествовать, сражаясь с врагами, прокачивая главного героя и наслаждаться реалистичной графикой и физикой. Сюжет повествует о катастрофе под названием «Выход смерти», подвергшей в апокалипсис большую часть Земли. Из-за разрушений и необъяснимых явлений на так уже практически уничтоженные земли нападают твари, существа, являющиеся зеркальными отражениями людей. Они состоят из антиматерии, а также обладают огромной силой, с которой справится лишь высокотехнологичное оружие. Помимо монстров появилось множество опасных явлений и материи. Основной задачей главного героя – доставлять посылки между поселениями. Протагонист – особый почтальон, доставляющий важные посылки и объединяющий небольшие города. Во время выполнения своей работы игроку предстоит преодолевать препятствия, сражаясь с тварями, улучшая вооружение, экипировку, пользоваться гаджетами и постараться выжить среди большого количества опасностей. Киберпанк 2077 – ролевой экшен, событие которого разворачивается в футуристическом городе Найт-Сити, расположенном на западном побережье Соединенных Штатов. Играть предстоит за протагониста по имени Ви. Пол, гендер и внешность героя предстоит задать самостоятельно. В зависимости от выбора класса различается предыстория персонажа. Всего их три – Кочевник, Дитя улицы и Корпорат. Первая важная цель в Киберпанке 2077 – украсть секретную разработку у мега-корпорации Арасака. В этом деле поможет Джонни Сильверхенд, лидер рок-группы Самураи. Роль персонажа исполнит знаменитый актер Киану Ривз. С этого момента Джонни становится постоянным спутником Ви, вплоть до финальных титров. Найт-Сити представляет собой открытый мир, где доступно огромное количество основных и второстепенных квестов, не считая множества дополнительных активностей. На полное прохождение понадобится свыше 100 часов реального времени. Второстепенные задания содержат подсюжеты и рассказывают индивидуальные мини-истории. Каждый район предлагает десятки миссий. Потребуется сразиться с боссами, кибер-психопатами, устроить разборки с мафией, выполнить повышение фиксеров, украсть ценные вещи, обчистить тайник, устранить цель и так далее. Получая очки опыта, прокачивайте необходимую ветку навыков. Действует ограничение в 50 левелов, поэтому Винни возможно сделать богом, зато дается возможность собрать индивидуальный билд персонажа. GTA V – невероятное приключение и крутая атмосфера, который перенесет тебя в город под названием Лос-Сантос, который переполнен забытыми звездами, погряз в экономических проблемах, а также здесь вовсю просветает коррупция и мошенничество. Мало того, по улицам стало опасно ходить, ведь весь преступный мир на воле. Тебе и предстоит занять позицию такого преступника, а точнее трех, каждый из которых проживает отдельную жизнь. Тебя ждет масса миссий, полная свобода действий и максимально приближенная к реальности графическая составляющая. Атмосфера в игре забавляет, а динамичный игровой процесс вызывает непередаваемые эмоции. Данная часть игры потерпела колоссальные изменения и не только в плане графики. Теперь город наполнен разнообразием автомобилей, красивыми пейзажами и всяческими видами флоры и пауны. Трое ребят решает провернуть довольно рисковое и очень опасное дело. Твоя задача – найти способ им в этом помочь. Horizon Zero Dawn – экшен в мире постапократического будущего, в котором мир населяет роботизированные динозавры, уничтожившие современную цивилизацию. Немногочисленные выжившие люди образовались в небольшие первобытные племена и противостоят механическим монстрам при помощи примитивного оружия в сочетании с высокими технологиями. Главная героиня игры – девушка по имени Эллой. Ее воспитанием занимался мужчина по имени Раст, являющийся изгоем. Однажды на охоте Эллой попадает в заброшенную лабораторию, где находит устройство визор, с помощью которого можно видеть дополнительную реальность. Чтобы попасть в племя Норда, девушке нужно пройти обряд инициации. Однако на племя совершает набег культист Гелис и уничтожает поселение. Героиня отправляется в погоню за убийцей. Во время путешествия она узнает множество тайн, связанных с ее происхождением и становлением мира в том виде, в котором она его сейчас знает. В арсенале протагонистки имеется лук с различными видами стрел, среди которых разрывные и поджигающие снаряды, бомбы, рогатки и так далее. Эллой использует уникальное устройство – нитемет, позволяющий при помощи тросов замедлять движение противника. Уничтожая роботизированных существ, героиня собирает с их тела, детали и механизмы, позволяющие крафтить различные предметы и улучшения. Охотясь на обычных животных, Эллой из шкур костей может создавать лекарства, ловушки, колчаны и сумки. The Last of Us 2. Действие происходит в постаполитическом мире, полностью разрушенном после появления смертельного вируса. Сюжетная история продолжает рассказывать о событиях, произошедших в оригинале, после которых прошло 5 лет. Во второй части главным героем становятся Элли и Эбби, но также будет Джоэл, главный герой предыдущей игры, и новые персонажи из вражеских фракций. В плане геймплея проект развивает механику оригинала. Игроков ждут ожесточенные бои и миссии в стиле стелс. Холодное и огнестрельное оружие поможет в битвах с противниками. Однако боеприпасов здесь очень мало, поэтому нужно разработать тактический план. Здесь вы можете улучшать точность стрельбы, скорость загрузки и уменьшить количество ресурсов, необходимых для создания одного предмета. Одной из новинок стал улучшенный искусственный интеллект противника. Теперь они отправятся на прогулку с собаками, которые способны найти след Элли. Поэтому система скрытности обзавелась новой механикой, где вам предстоит маскировать оставленные следы. Также добавили нового зомби, который атакует ядовитым газом и взрывается перед смертью. Игра предлагает только обширную сюжетную кампанию, без многопользовательского режима. Вторая часть выделяется хорошо проработанной трехмерной графикой, а также стоит отметить хорошо проработанные погодные эффекты. Metal Gear Solid V. Компьютерный игровой проект в жанре RPG по совместительству с экшеном, где все действия будут происходить с фидом от третьего лица. Ты сыграешь роль главного героя, который является командиром элитного отряда наемников. Этот самый командир по кличке Снаик совершенно недавно вышел из комы и готов на многое ради восстановления справедливости. Он готов на все ради мести, кто отправил его лежать на больничную койку. Но для начала необходимо восстановить свои силы и отточить навыки ведения боя, чем ты и займешься. Все события перенесут тебя в прошлое, а именно в 1984 год. Ты попадаешь в самый центр Афганистана, в то время, когда проходили военные действия между советскими войсками и повстанцами со стороны Афганистана. Игровой процесс в данном проекте отмечен высшим баллом, так как здесь все продумано до мельчайших деталей. Кроме всего прочего, у тебя будет полная свобода действий, где ты самостоятельно сможешь выбрать для себя путь либо задание. God of War – приключенческий экшен с видом от третьего лица. Игровой процесс стартует с начала путешествия Кратоса и его сына по имени Афтрей. Цель их приключения – развеять прах жены протагониста, умершей совсем недавно. Она желала, чтобы это сделали с самой высокой точки всех миров и измерений. Антагонистом одиночной сюжетной кампании будет Бальдор – бог весны и света. Слэшерные механики присущей серии были подвергнуты изменениям и весь геймплей стал напоминать ролевые приключения. Как основное оружие, Кратос использует магический топор Левиафан вместо парных линков, которые были утрачены в конце части Бога войны 3. А Трейд также принимает участие в сражениях с помощью божественного лука. Благодаря ветке прокачки обоих главных героев можно создать различные билды и создать комбинации из способностей сына и отца. The Venture 3 – это уникальная игра, которая перенесет вас в мир ведьмаков. Здесь вас удивят новые возможности, улучшенные спецэффекты, острый сюжет и геймплей. Графика была заметно улучшена, добавив элементы реализма. Все это позволит игрокам максимально погрузиться в атмосферу симулятора. С каждым раундом сюжет меняется, ваши навыки улучшаются, добавляются новые виды оружия. Все происходящее зависит от ваших действий и идей, поэтому тщательно продумывайте каждый свой шаг. Обращайте внимание на детали и используйте многоприятные возможности. В игре вы найдете других игроков, которые будут активно взаимодействовать с вами. Либо дружить, либо сражаться. Различайте врагов и друзей, чтобы не попасть в ловушку. Мир прекрасен и огромен, полон прекрасных и опасных вещей. Вам решать, что вы хотите здесь делать, но помните о своих боеприпасах и уникальных способностях. Тщательно прорисована каждая деталь, увлекательный сюжет, высокое качество геймплея, звуковые эффекты и множество опций помогут вам полностью погрузиться в игру. Red Dead Redemption 2 – это довольно бешеный экшен с занимательными миссиями и элементами стрельбы. Вам предстоит отправиться в недавнее прошлое и окунуться в атмосферу Дикого Запада конца 19 века. Вы должны стать частью группы отчаянных людей, которые только что совершили масштабное ограбление. Теперь им приходится ускользать от преследующего их шерифа и постоянно менять свою позицию. Возьмите на себя роль отважного стрелка по имени Артур Морган, который отвечает за безопасность всего вашего отряда. Вы преодолеваете множество препятствий и постараетесь выдержать суровые испытания, защищая и кормя свою команду. Вам придется выживать в менее чем идеальных условиях и спасаться от преследования правоохранительных органов. Вы будете обманывать местных жителей, воровать и придумывать другие способы получения ценных предметов или оружия. Вам будет предоставлена возможность свободно решать свою судьбу. Любое ваше действие будет иметь последствия, поэтому вам необходимо планировать все заранее. Вот и подходит к концу наше путешествие по миру игр с интересным сюжетом и открытыми мирами. Я рассмотрел 10 захватывающих проектов, которые оставят незабываемые впечатления и постепенно вас погрузят в виртуальную реальность. Каждая из этих игр имеет свое очарование и способна увлечь вас на десятки и даже сотни часов геймплея. Я надеюсь, что я смог вас вдохновить и вы уже с нетерпением ждете того момента, когда погрузитесь в эти захватывающие миры. Большое спасибо за внимание и до новых встреч в следующих моих увлекательных видео. Субтитры сделал DimaTorzok